В составе Брестской сборной играют молодые люди, которые пришли в хоккей, еще будучи малышами. С тех пор они не представляют своей жизни без льда и коньков. Виртуозное владение клюшкой, стремительное и в то же время завораживающее катание спортсменов, а также слаженная командная работа всех игроков присутствует на поле. Каждый из них знает, клюшка – важный инструмент в игре, но лучше всего об этом известно вратарю. Это как вторая половинка, так скажем, за которой надо также следить, ухаживать. Да, действительно, каждый игрок относится к своей клюшке бережно, с теплом. Ведь именно так делал и легендарный вратарь сборной СССР Владислав Третьяк. Он бесстрашно отражал любые удары противников, являясь опорой для своей команды. И в этом непростом деле ему помогала клюшка. Хоккейные критики и обычные зрители считали Третьяка феноменальным вратарем, а десятки самых высоких наград в престижных состязаниях подтверждали мнение окружающих. А потому появление клюшки Владислава Третьяка с его автографом музейной коллекции хоккейного клуба областного центра – знаковое событие. Этот ценный экспонат пополнил коллекцию спортивного уголка совсем недавно. А вот история поисков своего места у минитой клюшки началась давно. Появилась она, ну, это сейчас хоккеисты все летают на самолетах, раньше они ездили автобусами, поездами. Сборную Советского Союза привозили в Брест, они садились в поезд, и они ехали в Чехию, в другие страны. Вот и так же возвращались, они через Брест возвращались, и один таможенник просто вот Третьяка попросил, чтобы он ему подарил эту клюшку. Ну, он человек добрый, не отказал, подарил, и она вот с 78-го года у него дома пылилась, пока не нашла места в нашем таком скромном, ну, музеем это назвать, наверное, тяжело, таком в спортивном уголке. Клюшка Владислава Третьяка – это не просто сувенир или спортивный инвентарь. Это символ чемпионства и трудолюбия. Администрация хоккейного клуба надеется, что в будущем коллекция спортивных экспонатов с богатой историей будет только пополняться. Ирина Кузьмич, Андрей Щерба, Александр Макареевич, телекомпания Бук-ТВ.